Здравствуйте! Программа «Неделя города» на ваших экранах. Я, Марина Романюк, расскажу о событиях последних апрельских дней. Смотрите в выпуске. Ими гордится Рязань. Николай Любимов вручил памятные сертификаты людям с доски почета. Когда у жителей пригорает, пал сухой травы и настоящий бич весенней поры. Чарующая красота Востока. Чем порадует рязанцев страна чая, слонов и шедевров Боливия. Лучшие из лучших. Именно так называют тех, чьи фамилии сегодня выбиты на областной доске почета. Людям, которыми гордится Рязань, губернатор области Николай Любимов вручил памятные сертификаты. Новые имена знает Герман Гущин. Учителя, врачи, агрономы и спортсмены. На доске почета обычные фотографии тех, чьи заслуги в сфере культуры, искусства, образования двигают регион в развитие. В этом году тех, кем гордится Рязань, ровно 60. Рязанцы вносят значительный вклад в развитие государства, укрепление экономики, социальной сферы, продовольственной безопасности. На повышение обороноспособности страны работают предприятия оборонопромышленного комплекса. В условиях новых угроз обеспечение безопасности Российской Федерации является одной из самых важных задач. Рязанская область славится своими талантливыми людьми, высокопрофессиональными специалистами, которые достойно выполняют задачи любого уровня сложности. Именно такие люди находятся сегодня в этом зале. На областную доску почета Роман Захаров попал впервые. Он руководитель организации «Добрые сердца», где родители детей с синдромом Дауна и аутизмом хотят изменить их жизнь к лучшему. Чтобы ребята жили в современном мире полноценно. Спасибо, что активно участвуете. Какой замечательный результат, что у наших детей с сахарным диабетом первого типа появились системы непрерывного мониторинга. Уверен, что в будущем сможем сделать еще больше. Мы третий регион Российской Федерации, который у себя принял протокол оглашения диагноза, когда в учреждениях родовспоможения появляются дети с нарушениями. Региональную доску почета на площади Победы обновляют ежегодно. Политиков, кстати, совсем немного. Люди рабочих специальностей для области сегодня важнее. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 30 марта в Рязани установлен пожароопасный сезон. И за неполный месяц возгорание уже, что называется, поднакопилось. Как и штрафов за пироманию. Пылает, как утверждает Валерий Седов, пока только сухая трава. Но все может измениться. Огонь окружает регион. Сообщения о горящей сухой траве поступают практически ежедневно. В региональном МЧС говорят, что сигналов уже около двух сотен. Выжжена территория в 250 гектаров. Пока что. Однако региональные пожарные говорят, что поводов для беспокойства минимум. Горит втрое меньше, чем в прошлом году. Да и масштабы скромнее. Пламя до жилого сектора еще не добралось. Для сравнения, 13 апреля 2022 года из-за пала сухой травы между селом Игнатьева и деревней Сумерки в Кадамском районе выгорело около 3,5 гектаров сухорастительности. Ровно год назад в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области в результате пожара огонь уничтожил 15 построек. Первое, конечно, выезжают пожарные подразделения. Значит, там, где нет подразделений пожарной охраны, соответственно, добровольные пожарные в сельских населенных пунктах. То есть ближайшее пожарное подразделение выезжает и реагирует на это. Соответственно, принимает все меры по тушению, ликвидации пожара, недопущению распространения на населенный пункт. В этом году стали активнее и добровольцы. Впрочем, ситуация на контроле. В Центре управления кризисными ситуациями ее мониторят ежечасно. Параллельно пожарные подразделения проводят профилактическую работу как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Свои плоды, конечно, профилактика приносит, но нарушители все равно есть. Человеческий фактор по-прежнему главная причина лесных пожаров. Сотрудниками государственного пожарного надзора были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, связанные с выжиганием сухой травянистой растительности, костров, мусора. В текущем году уже составлен 51 административный протокол, в том числе 49 на граждан и 2 на должностных лица. Штрафы внушительные. Житель региона за бесконтрольное сжигание стерни отдаст из кармана 2-3 тысячи рублей. Должностное лицо от 6 до 15. А вот юрлицам придется раскошелиться по полной, до 200 тысяч. Когда объявят особый противопожарный режим, то штрафы вырастут вдвое. Сотрудники МЧС просят рязанцев воздержаться от бесконтрольного разжигания огня и напоминают, что если вы сами стали свидетелем пожара, то следует позвонить по номеру 101 или 112, чтобы не допустить распространения огня. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани будут обучать профессиональным навыкам работы в медиасфере. В МКЦ открыли волонтерский центр «Импульс». Ребята уже активно осваивают профессию звука и видеооператора. Волонтерский центр «Импульс» на базе МКЦ. Теперь это первая городская площадка для обучения волонтеров по созданию медиаконтента и работе с аудио. Цель проекта – распространить архив, который бережно хранили у себя солисты и коллективы Рязани. Наш проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. И, соответственно, при поддержке президентского фонда культурных инициатив эта студия и еще одна студия у нас были подготовлены. Здесь будут у нас заниматься волонтеры, как следует из названия. И они уже ведут свои занятия. У нас с декабря месяца плотно занимаются ребята, готовятся стать звукорежиссерами-любителями и видеооператорами, фотографами тоже любителями. Поэтому и медиа-центр, что всему по чуть-чуть их учим. Кураторы проекта «Импульс» – профессионалы. В первом наборе обучения прошли около 30 человек. На занятиях ребята работают на современном оборудовании, которое было закуплено по проекту фонда культурных инициатив. Мы научимся ставить свет и мы научимся монтировать многокамерные какие-то клипы, именно концертные. И мы также научимся делать небольшие простенькие сюжеты. С помощью президентского гранта мы смогли закупить несколько светодиодных источников света. Они портативные достаточно, то есть их можно спокойно вытащить в другое помещение. Часть из них аккумуляторные, например. Они могут управляться также по беспроводному каналу. В мае этого года стартует второй этап обучения. Вся полученная информация поможет ребятам при подготовке собственных роликов. Тем более, что для них уже запланировали специальные мастер-классы от тех самых профи в теле- и аудиоиндустрии. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Банк России выпустил в обращение памятные монеты 350-летия со дня рождения Петра I серии «Исторические события». Их появление к юбилею русского царя – дань уважения деянием правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории. Для нумизматов новые монеты от Банка России – настоящее сокровище. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Одна только золотая монета чего стоит. Но обо всем по порядку. Итак, Банк России выпустил три новых памятных кругляша с общим названием «350-летие со дня рождения Петра I серии «Исторические события». Две монеты серебряные – 3 из 100 рублей, и одна золотая – на 10 тысяч. Петр I – самый известный российский император. Ему посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры и кино. Теперь его деяния будут увековечены и в разменном железе. На серебряной трешке – облик Петра I в профиль, Петропавловская крепость, корабли, идущие по Неве, и лента с надписью «Санкт-Петербург». На соточке – рельефное изображение Петра I верхом на коне и ангела, венчающего императора венком победителя. На фоне выполненного в технике лазерного мотирования панорамного вида сражения. А вот у «золотой десятки» Петр I уже с императорскими регалиями ангелы поддерживают корону на фоне карты Российской империи. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности выступающий кант. Боковая поверхность у всех рифленая – все три монеты не бутафорские. Они обозначены как официальное платежное средство. В общем, коллекционерам на заметку. Важную для всего мира дату мы вспоминали 26 апреля. 36 лет назад в результате взрыва на четвертом энергоблоке на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которую расценивают как крупнейшую за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На ликвидацию последствий было направлено почти 300 тысяч человек, две с половиной из которых – рязанцы. К месту катастрофы они прибыли одними из первых. Когда едешь по зоне, конечно, вот первое ощущение, вы знаете, вот населенные пункты, тишина, тихо. А этот месяц уже был март, апрель, как раз я езжу, аисты. И везде тише. На ту самую зону отчуждения Анатолий Панкратов попал в 87-м. Ему было всего 28 лет. Сержант запаса работал составителем поездов на станции Стенькина-2. Когда пришла повестка, долго не думал, говорит Анатолий. Надо – значит надо. В городе Рыбное сформировали железнодорожный батальон из 560 рязанцев. 19 марта они приступили к работе в зоне отчуждения. Работа батальона заключалась в укладке железнодорожных путей, непосредственно прилегающим к энергоблокам, к первому, второму, пятому. На промплощадке работа велась в районе Рыжего леса. Батальон буквально жил в зоне. Дислоцировались в поселке Ильинцы. Это 15 километров от места аварии. Вокруг тот самый Рыжий лес. Такое название он получил из-за цвета листвы и хвои, который изменился из-за радиации. Работать приходилось по 10 и больше часов. Про защитный костюм от радиации вспоминает со смехом. У нас защита была общая, войсковой костюм, лепесток. И вот как и все, больше ничего, бушлат. Больше вот только вот этой химзащиты, которая у нас была, только спасали. Ну, естественно, иной раз, когда приезжали, и лепестки снимали. Чего же, молодые, горячие еще были на тот период приходилось. Но первое ощущение, конечно, когда попал в зону, это першение в горле. Батальон работал группами по 20-30 человек. И внимания на радиацию фактически никто не обращал. Когда вернулся, в военном билете дозу облучения написали, говорит, чуть ли не на обум. 5,47 рентген. По ощущениям, организм будто парализовало. Восстанавливался потихоньку, буквально шаг за шагом. Через полгода после возвращения получил вторую группу инвалидности. Мне пришлось свои законы и права отстаивать и в районных судах, в областном суде, в Верховном суде, в Президиуме Верховного суда, в Конституционном суде. Я был представителем в 2000 году. И я писал письмо в Европейский суд, еще тоже писал по правам человека. Благодаря сплоченности коллектива рязанцев-ликвидаторов, говорит Анатолий, Союзу ветеранов России законное право удалось отстоять. Объединились, как тогда, в конце 80-х, чтобы вместе ликвидировать последствия крупнейшей аварии в мире. Кто, если не мы, на тот период надо было ликвидировать. Ребята трудились с честью и хвала. Это отдать должное. Просто все, своевременно выполнили все задания, которые были возложены на батальон. Анатолий говорит, что сейчас около 60% его сослуживцев умерли. Батальон проложил 22 километра подъездных путей. Анатолий предполагает, что планировалось, видимо, возвращение людей в города после ликвидации. Но за 35 лет с момента строительства ни один вагон по этим путям так и не проехал. Всего в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало 2500 рязанцев. По подсчетам СМИ, в живых осталось только 1500. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 29 апреля в мире отмечают День танца. Мы решили акцентировать ваше внимание на одной из красивейших дисциплин этого направления в культуре – спортивных танцах. В Рязани, кстати, сильнейшая школа с более чем 30-летней историей. И название у нее соответствующее – «Созвездие». Инна и Олег Кулаевы – первые рязанские танцоры международного класса. Завершили профессиональную карьеру еще 33 года назад. Но совсем из танцев уйти не смогли. Говорят, паркет не отпускает. С колоссальным багажом опыта и знаний они решили продолжить дело. Но уже в качестве педагогов. Так и появилась студия «Созвездие». За эти годы супруги воспитали сотни танцоров. По сей день первые шаги на паркете в танцевальном клубе «Созвездие» делают будущие звездочки. Основной задачей нашей является популяризация, развитие танцевального спорта на территории Рязани, Рязанской области. Привлечение всех слоев населения от маленьких детей до совсем взрослых. И, конечно, подготовка спортивного резерва, спорта высших достижений. Сегодня главный помощник и один из основных тренеров клуба – сын Олега и Инны Ярослав. Он пошел по стопам родителей и стал мастером спорта России, танцором международного класса. Танцы, во-первых, дают осанку, это хорошее умение пользоваться своим телом, взаимодействие в паре. То есть это партнер с партнершей или партнерш с партнером. Это очень важно. И, конечно же, желание побеждать. Категория «Бальные танцы», «Танцевальный спорт» включает три спортивных дисциплины. Европейская программа, медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп, латиноамериканская программа, самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. И двоеборье включают в себя европейскую и латиноамериканскую программы. Участие спортсменов в официальных соревнованиях дает возможность повышать свой спортивный разряд. Смотреть на «Бальные танцы» – одно удовольствие. Если там добавляют какие-то новые фигуры, вариации, то надо стараться, чтобы их делать классно. Все девчонки считают, что «Бальные танцы» – очень красивый вид спорта. Мне очень нравится заниматься этим красивым видом спорта, и мы очень любим своих преподавателей. В роскошной платье танцовщицы, изящные прически, блеск камней Сваровски многократно усиливают впечатление от самого танца. Над этим имиджем в созвездии работает целая группа профессиональных педагогов. Если ребенок, ему это нравится, и он трудится, то в принципе нет. Потому что они на своих танцевальных занятиях, это для них очень важно, и они этим тоже занимаются. И Виктору, мне уже было легче с этим амплитудой движения поработать. «Бальные танцы», а точнее танцевальный спорт – прекрасная возможность раскрыть творческий потенциал и реализовать себя. «Мы усердно готовимся к турнирам. Ближайшие турниры у нас пройдут в Москве 1 мая и 8-го». «В будущем я хочу достичь класса и продолжить свою танцевальную карьеру». К тому же детки, которые в танцах стесняются меньше и с раннего возраста привыкают к соревнованиям. Неважно, какой путь выберет ребенок в дальнейшем, навыки коммуникации ему пригодятся всегда. «Танцы мне дали уверенность в себе, потому что когда я езжу на соревнования перед многими людьми, мне становится уже увереннее, я становлюсь уже увереннее, и мне становится уже не страшно. Мне они дали очень красивую осанку, это очень красивый вид спорта, и в нем всегда надо быть очень красивой, уверенной». «Танцы дают мне уверенность и смелость. Когда он уже начинает танцевать, он становится увереннее, становится хорошо работать своими плечами, ногами, руками». Взрослым ученикам в клубе «Созвездие» тоже рады. Кто хочет экспрессии, выберет самбу. Романтичным особам понравится танцевать румбу или вальс. Танго подойдет тем, кто стремится выразить свою чувственность. А посадобль позволит разыгрывать сюжеты и проявлять свои артистические способности. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Преображение Рязанского драматического театра идет полным ходом. Капитально здание ремонтируют уже второй год, и нам позволили заглянуть внутрь, чтобы узнать, что именно станет другим. Главная задача этого масштабного проекта – сохранить, а в некоторых случаях полностью восстановить исторический облик памятника архитектуры. 50-е и 60-е годы прошлого столетия – историческое десятилетие для архитектуры Рязани. Это время новых, красивых, знаковых зданий. Среди них дом – политпросвещение на улице Ленина, теперь филфак РГУ Есенина, выставочный комплекс «Торговый городок», «Дворец пионеров», здание филармонии, областной библиотеки и многие другие. В это же время возводят и современное здание Рязанского театра драмы. Колоннада, Лепнина, зал на 700 мест. Осуществить проект, разработанный в стиле позднего сталинского классицизма, поручили архитектору Ирине Чистосердовой. Много легенд ходит про этот проект. Ходят легенды, что при постройке были заложены какие-то подземные ходы под театральные площади. Нет, конечно, такого ничего нет. Это была достаточно болотистая местность. Ее сначала укрепляли, бетонировали, поэтому есть легенды, что якобы что-то тут прокапывали, но нет. Такого нет. Ничего. Здание интересное. Здание приводит в восхищение всех, кто к нам приезжает. И мы очень гордимся своим зданием, гордимся акустикой. Здание театра вместе с площадью действительно одна из визитных карточек города. Этот вид изображают на открытках, здесь фотографируются туристы. Любопытная деталь. Проект театральной площади разработал молодой выпускник Московского инженерно-строительного института Эмиль Кио. И, надо сказать, со своей задачей будущий великий фокусник справился успешно. И хотя проект здания театра типовой, таких же в стране пять, в нашем городе он был немного доработан и изменен в нюансах. Изначально при постройке этого здания люстра должна была быть другой, гораздо менее нарядной. А в служебной части должно было быть два лифта для персонала. Директор театра принял решение отказаться от лифтов, чтобы здесь была побогаче люстра. Несколько лет назад Рязанский театр драмы включили в программу реновации объектов культуры по федеральной программе «Творческая среда» на 2021-2022 годы. По проекту отремонтируют помещения четвертого и пятого этажа театра, чердаки и подвалы, проведут работы на большей части системы вентиляции театра. Здесь уже поменяли окна в зрительской зоне и старые окна в служебной части здания. А также двери. На заказ сделали точные копии оригиналов, установленных в 1961-м. Только ручки оставили прежние. Мы всю жизнь думали, что они у нас темные. Прямо темные бронзы. Были уверены причем. И мы очень сильно удивились, когда привезли из Москвы после очистки. Москву отправляли на очистку. Привезли эти ручки, что они, оказывается, блестящие были изначально. Учитывая, что здание театра – памятник культуры, и дизайнерские решения коснутся только выбора цвета поверхностей и световых приборов. Главная идея – вернуть все к первоначальному виду, который изменили в 90-е – начале 2000-х. Если вы помните, здесь у нас мраморный пол. И рисунок, который был в последние годы, он неизначальный. Сейчас сняли мрамор, залили в новую стяжку и будут восстанавливать тот рисунок мрамора, который был при постройке этого здания. Хорошо, что остались архивные фотографии. Остались фотографии, да. По фотографиям все вот. Восстанавливаем все по фотографиям. Капитальный ремонт обещают завершить в октябре. Реновация здания, правда, не затронет сценическую коробку. Ну а пока ремонт в активной стадии, труппа гастролирует в регионе. Летом – турне по стране. Параллельно началась подготовка к новому, 235-му сезону, юбилейному, да еще и в обновленном здании. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К октябрю ремонт закончится, и рязанцы снова смогут посещать любимый театр. Новый сезон – 235-й, юбилейный. Обещают много интересного. О чем и расскажет директор театра Семен Гречко в программе «Городские встречи» сразу после выпуска новостей. А теперь о погоде на ближайшие выходные, которые будут длинными. Дождливый и совсем не теплый апрель подходит к концу. С надеждой мы смотрим прогнозы на первые дни мая. Ведь на эти длинные выходные у большинства немало планов. Семейные выезды на природу, чтобы насладиться проснувшейся после зимы распускающейся землей, или работа в саду и огороде. Пандемия научила всех радоваться собственному участку. Так что же ждет нас в начале мая? В ближайшие дни сохранится неустойчивая прохладная погода. Температурный фон ожидается значительно ниже климатической нормы. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха составит 4-6 градусов. Порадует желающих погулять на природе или высадить рассаду в землю, пожалуй, невысокая вероятность дождя. 30 апреля, 1 и 2 мая в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха в ночные часы – минус 2, плюс 3 градуса заморозками на почве, местами и в воздухе. Днем ожидается в пределах 7-13 градусов со знаком «плюс». Наиболее холодная ночь прогнозируется на 1 мая. По Рязани температура воздуха будет приближена к рекордным значениям. Рекорд составляет минус 1,8 градусов и был зафиксирован в 1978 году. После этой минимальной отметки антициклон будет ослабевать. Инициатива перейдет к циклону с центром над Скандинавией. Поэтому вероятность осадков возрастет. Температура воздуха чуть повысится. Ночью 2 и 3 мая ожидается плюс 2, плюс 7, а днем 11-16 выше нуля. При одном лишь упоминании Индии в голове возникают вполне экзотические ассоциации. Красивые женщины в национальных украшениях и ярких сари, ароматы благовония и специй, вкуснейший чай. И все это окутано сказочным флером древней мудрости, знаний, передающихся из поколения в поколение. До середины мая в М5МОЛ будет работать выставка продажи товаров из Индии. Когда-то индийские специи выменивали на золото. Такова была их ценность в глазах европейцев. Сегодня ничуть не меньше гурманы отличат эти запахи и неповторимые оттенки вкусов. Среди тысяч других. О индийском чае по сей день ходят легенды. Вкуснейший и ароматнейший напиток в мире. За ним настоящим буквально охотятся. От разнообразия и яркости, представленных на выставке товаров, разбегаются глаза. Одежда и аксессуары на любой вкус. Тюль, постельное белье и домашний текстиль из хлопка. Ковры и покрывала в модном сегодня этническом стиле. Аутентичные изделия из натуральной кожи. Все это можно увидеть и приобрести на волшебном базаре, который будто из восточной сказки развернулся прямо в Рязани. О том, что индийские женщины – обладательницы шикарных волос и красивейшей кожи, нам известно из фильмов Болливуда. Секрет в правильном уходе. Индийская косметика для лица и волос – лидер продаж среди тех, кто не гонится за брендом, для кого важен качественный состав и эффективный результат. Широкая линейка уходовой продукции с исключительно натуральными ингредиентами предоставит выбор даже взыскательным и требовательным покупателям и наверняка завоюет сердце обладателя. Зубные пасты, кремы, шампуни, бальзамы для волос, косметические и ароматические масла станут любимыми. Стоит попробовать лишь раз. Ни с чем не сравнимые индийские украшения. Серьги, кольца, подвески, браслеты и бусы из натуральных камней, выполненные индийскими мастерами, занимают особое место среди аксессуаров у женщин всего мира. Приобрести диковинные товары экзотической страны можно, не покидая пределов родного города. Работу выставка продолжит до 15 мая с 10 до 20 часов в торгово-развлекательном центре М5МОЛ. На этом у меня все новости. Больше на сайте телекомпании и в группе ВКонтакте. Всем коллективам желаем вам солнечных и теплых майских выходных. Увидимся на следующей неделе. До свидания.